Герои следующего репортажа начинают творить с детства. Семья, дом, любовь – это то, в чем нуждается каждый человек. А эти дети особенно остро. Чувства они выражают в своих работах. Мои коллеги побывали на выставке «Детство. Творчество. Фантазия» в Центре психолого-педагогической реабилитации. Таня любит плести из бисера, учится вышивать. А специально для выставки она сделала жар-птицу из манной крупы. Вырезаешь трафарет, потом его накладываешь на бумагу, обводишь и везде размазываешь клей. И сверху маму кашу сыпешь, потом стряхиваешь. Легко. Данная выставка нам нужна для того, чтобы показать творчество воспитанников интернатных учреждений и детских домов. И лучшие работы будут представлены на финале окружного фестиваля. Итоги будут подводиться 27 сентября. Жюри будет выбирать по трем номинациям. Пять лучших работ будут представлены в Республике Мариел на финале конкурса. В региональной выставке прикладного творчества принимают участие 11 интернатных учреждений и детских домов. Выставка «Детство. Творчество. Фантазия» проходит в рамках реализации проекта ПФО «Вернуть детство». Его цель – выявить талантливых творческих детей среди воспитанников интернатных учреждений. В душе у всех детей, прежде всего, семья. Что у ребенка должны быть и отец, и мать. И это видно во многих картинах. Вот две кошечки, два веселых гуся. Тут целый ряд, целая серия кукол, где указана семья. И вот дети, наверное, непроизвольно, вот изнутри у них это происходит, доказывают, говорят о том, что они нуждаются все в семейном окружении. Этот зал – продолжение предыдущего. Уходим от лебедей, цветов, жар птиц и попадаем в молочную страну. Здесь кубики из кефирной тары, бинокль из йогуртовых бутылочек, смешарики и елочки из молочных пакетов. На лугу пасутся ко – так называется конкурс творческих работ. Далеко эта ферма, коровья, там много коров. И там машина приезжает, она в Рядоне, и вот они перевозят это ядонское молоко в Чебоксары. В этом конкурсе принимают участие все школьники Чебоксары-Новочебоксарска. Победители определят 28 сентября.